Привет, это Женя Тимонова и все как у зверей. Программа о том, в кого люди такие. И с помощью нашего официального поставщика билетов по всему миру интернет-сервиса бронирования Anyway, Anyday, мы попали в самую заповедную часть Индонезии, на остров Барнео, в настоящем Индонезийские джунгли для того, чтобы выяснить, почему человек это голая обезьяна. Ну, нет, почему обезьяна, это понятно. Потому что вид Homo sapiens, род Homo, семейство гоминиды, парвотряд тусконосой обезьяны, отряд приматы. Но почему голая? И на этот счет существует три основных гипотезы. Первая называется акватическая гипотеза или гипотеза водной обезьяны. Согласно ей, наши предки из леса вышли вовсе даже и не в саванну, а на берега рек, озер и морей. И там перешли на полуводный образ жизни. Они в воде прятались от хищников, в воде добывали себе пищу, вот разные водоросли, рыбу, сифуд. Из этой пищи добывали, соответственно, фосфор и йод, что очень не вредно для развития мозга. Обыкновение тусоваться по залитой водой литерали сформировало нашу привычку передвигаться вертикально. А само нахождение в воде лишило нас меха, потому что от мокрого обезьяньего меха нет совершенно никакого толку. Зато мы увеличили слой подхожного жира. Жир в воде, вот это, наоборот, первейшая вещь, потому что он и улучшает плавучесть, и улучшает термоизоляцию. Таким образом, и наша склонность к ожирению, и наши направленные вниз ноздри, и наши рудиментарные перепонки между пальцами, и наша способность вырожденная плавать, и наша любовь к пейзажам с водой, и даже наша страсть к духу на море, все это звенья одной цепи, как утверждает и классическая теория. И мы бы с радостью с ней согласились, если бы прямо вот в этих чудесных джунглях не жили настоящие водные обезьяны. Пожалуй, самый симпатичный эндемик Борнео – обезьяна Носач. Местные называют их оранг-беланга, что переводится как «человек, похожий на голландца», потому что они, не при нашем режиссере будет сказано, и правда очень похожи на голландца. Вот этот нос, и этот живот, и эти баки, и их обыкновение жить исключительно рядом с водой. В отличие от всех обезьян, они великолепно плавают, ныряют, и даже могут проплыть под водой на задержке дыхания до 20 метров. Вот эта вот речка является абсолютно непреодолимой преградой для рангутанов, макак, лангуров, для дымчатых леопардов, которые на них всех тут охотятся. Но носачи преодолевают ее вот на раз и шныряют туда-обратно только так. И в воде они действительно передвигаются на двух ногах, и ноздри у них действительно направлены вниз. И вообще все у них сходится с акватической гипотезой, кроме главного. При всем при этом у носачей великолепная густая такая вот рыжая голландская такая шерсть, без малейших признаков того, что они собираются с ней расстаться. И вообще у всех млекопитающих, которые перешли на полуводный образ жизни, ну кроме разве что очень неродственных нам бегемотов, шерсть никуда не делась, а наоборот стала еще гуще и плотнее. Поэтому при всей любви к акватической гипотезе со стороны фридайверов и адептов родов в воду, ученые относятся к ней весьма скептично. И вовсе не потому, что среди них преступно мало фридайверов и адептов родов в воду. Вторую гипотезу мы упоминали в нашем выпуске про трипофобию. Согласно ей, наша шерсть пала в борьбе с кожными паразитами. И если вам кажется, что это какая-то легковесная причина, то вы просто не представляете себе, что такое эктопаразиты в тропическом климате. Это само по себе кошмар, а то, что они переносят, это вдвойне кошмар. И поэтому избавляться от этого надо просто всеми возможными способами. И, конечно же, это гораздо удобнее делать на голой коже. Кто там? Ой, ой, огромный орангутан. Вот он не сможет перебраться через эту речку, в отличие от обезьяны-носача. И потом гораздо удобнее демонстрировать чистую кожу без признаков паразитарных инвазий противоположному полу. Да, детка, у меня такая чистая кожа, потому что ты бы видела, какие у меня гены. Еще Дарвин предполагал, что редукция меха у человека – это результат полового отбора. А половой отбор уж такая штука, что в очень короткие сроки может черта лысого сделать генетическим трендом. Ну, вот, собственно, примерно так у нас и получилось. И еще один очень серьезный аргумент в пользу паразитарной теории. Вообще-то наша шерсть никуда не исчезла. У современного человека точно такое же количество волосяных фолликулов, как и у обезьяны сопоставимого размера. Просто сами волоски истончились, стали малозаметными, но все они при нас. Но зачем они нам в таком жалком виде? А вот сейчас проведем эксперимент. Возьмем волосатую лапу и удалим то, что на ней растет. Ужас! Да овцу проще стричь. Варежки. Носочки – это все. Вот. Мы имеем участок кожи совершенно без волос. И проведем тест на чувствительность. Вот. Ведем, ведем. Здесь кто-то ползет. Точно кто-то ползет. Очень хорошо чувствуется. А здесь вообще ничего не чувствуется. Отсутствие волосков снижает тонкую чувствительность кожи, потому что каждый волосок выполняет роль такого сейсмосенсора или микровибриса, помогая нашему осязанию улавливать самые мелкие движения. А чьи-то мелкие движения? Да, как-то же паразитов. И, кстати, знакомая очень многим истерическая реакция на ощущение ползающего насекомого, она, по всей видимости, тоже входит в тот же самый пакет антипаразитарных адаптаций. Ну, а чтобы не страдать от холода и общей беззащитности, мы заменили утраченную шерсть огнем и одеждой. Судя по всему, процессы освоения технологии и потери шерсти шли у нас параллельно и даже стимулируя друг друга. Это, в общем, к вопросу о том, почему, если отсутствие шерсти так удобно, все животные этим не пользуются. Просто для того, чтобы быть таким же голым, как человек, надо сначала стать таким же умным, как человек. Ой! Что там такое? Ну и, наконец, третья гипотеза, самая, на мой вкус, красивая и героическая. Мы потеряли волосы для того, чтобы эффективнее охлаждаться во время бега. Потому что вы сейчас, наверное, очень удивитесь, но люди уже примерно пару миллионов лет абсолютные чемпионы мира по бегу. Но только по бегу на сверхдлинные дистанции, днем пожаря. Вот в этих вот очень неприятных условиях нам просто нет равных. И вот как это получилось. Когда наши предки только вышли из леса, они начали свою карьеру как падальщики, конкуренты гиен. Но через какое-то время нащупали свою собственную уникальную нишу. Все, кто были в саванне, знают, что днем жизнь саванне замирает и лежит где-нибудь в тенючке. Ну, дневные хищники наподобие гепардов могут атаковать, но делают это очень быстро, потому что мгновенно перегреваются. И поэтому их потенциальные жертвы, им тоже достаточно очень коротенького броска, чтобы спастись. Там минута-две беготни, и снова тишина над нгором-гором. И вот тут-то люди нащупали свое главное конкурентное преимущество. Когда мы вышли из леса в саванну, мы уже ходили на двух ногах, по крайней мере, по версии того же Lovejoy. И поэтому нам оставалось только убрать шерсть с тела, нарастить ее на голове, чтобы она образовала такую плотную шапку, которая экранирует жесткое материальное солнце и образует воздушную прослойку, чтобы не допускать перегрева нашего драгоценного мозга. А с другой стороны, увеличить количество потовых желез. Потому что к радости всех производителей дезодорантов человек – самое потеющее животное в мире. И таким образом получился сверхэффективный кулер. И, конечно же, наша фирменная фича. Во время бега вертикально у нас очень эффективно охлаждается обдомин, область живота, через которую как раз происходит большая часть теплообмена. Если не верите, то можете провести такой тоже простой эксперимент. Если вы ночью замерзли, а укрыться больше нечем, вы можете просто перевернуться на живот или хотя бы положить на него подушку и очень быстро согреетесь. И это, между прочим, одно из самых ценных открытий, которое я когда-либо делала в жизни. И вот охлаждение происходит примерно по этому же принципу. Вы охлаждаете животное, охлаждаете все остальное. К тому же на марафонских дистанциях бег на двух ногах оказался более энергетически выгодным, чем бег на четырех, на той же самой скорости. Вот, например, современные бушмены до сих пор так охотятся на антилопу. Они просто бегут за ней целый день, бегут, 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 до тех пор, пока она просто не падает с уснутым языком, и ее уже можно брать голыми руками. И это, надо сказать, единственный вид охоты, который вызывает у меня искреннее восхищение. Да, собственно, что бушмены. Любой бегун по парку знает вот это блаженное ощущение, которое приходит примерно через 20 минут бега, что теперь ты можешь бежать вот так вот вечно. Ну, конечно, через полчаса оно и проходит, но эти полчаса ты просто король саванны. И, конечно, тут уже просто напрашивается спекулятивный вывод, что горные народы такие волосатые, потому что ну где в горах бегать? Впрочем, и без этого понятно, что марафонская гипотеза – это не просто выдумки производителей африканских бегунов. Нет, у нее действительно достаточно серьезные доказательства, и более того, она великолепно сочетается с паразитарной гипотезой. Их положение никак не противоречит друг другу, и вполне возможно, что мы голые и для того, чтобы лучше охлаждаться, и для того, чтобы меньше чесаться. Эволюция вообще очень любит изобретать такие вот мультифункциональные адаптации, чтобы одним признаком убить как можно больше зайцев. Ну, вот такие гипотезы есть. Если вам показалось мало, то выйдите в комменты, и там нам уже наверняка набросали массу других гораздо более зажигательных вариантов. А еще лучше напишите свою версию, почему мы утратили шерсть. И автору самой-самой мы выдадим награду нашей программы премию Докинза. Про нее тоже подробно читайте под нашим видео на Ютубе. А с вами было все как у зверей. Пока! Слушайте, мне кажется, слухи о редукции волос у человека сильно преувеличены. Мне кажется, наша передача вообще теряет актуальность прямо на глаза. Вообще ничего не чувствую. Серьезно. Может, болтируку отрезаем, чем тут спит. Совсем ничего не чувствую. Хорошо тебе зубы драть, наверное.